Кстати, ребята, после этого ролика планируется стрим. Мы пойдем оценивать новый патч в доте и, может быть, поиграем в другие игры. Поэтому переходите по ссылке в описании, буду рад всем. Здарова! Сегодня мы снова играем на DarkRP. И вам, как я посмотрю, понравилось то, как я повествую о своих приключениях на том или ином серваке, когда я играю за определенные профессии. Поэтому мы немедленно приступаем и первое задание у нас сегодня стоит, это отбить рейд. Какому-то человеку, видите ли, не нравится, что его посмели зарейдить. Покиньте территорию рейда. Покиньте территорию рейда. Где рейд? Где? Где рейд? Здесь вызов был. Здесь вызов был от человека. Спасибо вам большое, вы лучшие просто. Вы здесь живете? Да, я здесь живу. Ну, выйдем, давайте просто проверим документы. Реально, здесь живете, то они заставят туда. Давайте. У меня просто сейчас денег нет у меня. А вот здесь? Да, да, давайте сейчас. Документы просто предоставьте. А у меня вопрос, а почему этот человек зашел ко мне и... А мы сейчас разберемся. Мы сейчас разберемся. Закройте двери, пожалуйста. Вот, зайдите за дверь. Хорошо. Закройте, давайте. Нет. Причина проникновения на чужую территорию. Что нет? В наручнике его. Проникновение незаконное на чужую территорию. Карается арестом. Все, мы его арестовали. Всего доброго. Ля, сука, видел, какой наивный? Забежал. Кал нет, думал, блядь, его спасет. Вот это, да? Сама мнение расширено. Что, пойдем подрочим еще кого-нибудь? А мусора гандоны посадили меня. Не надо. Ну, опять, выблядок ебаный отправляется. Оскорбление. На этого забей, он ничего не сделал такого. Потом в центре города мы наткнулись на начинающего руфера, и я дал ему пару советов. Вы аккуратнее, аккуратнее, а то лазите вот так вот крышем. Ага. Ну, вот, слушайте, мне повезло, я выжжу как-то. Ноги не сломаю. Только, мне интересно, а зачем вы пытались на мэрию-то залезть? Что там такого? Да я прокурором занимался, и я хотел, смотрите, там пробежать по мостику, прыгнуть вон на ту, короче, железовую штуку, сделать круг. А вы можете немножечко проще это сделать. Вот, смотрите, вот с этого здания вот на эту антенну запрыгнуть. Вот. Ага. На самый краюшек попасть достаточно. Ага, а, из нее уже. Или же вот сюда запрыгнуть. Сейчас попробую, подождите. Сейчас, подождите, дайте сейчас попробую. Ну вот, получилось, получилось. А теперь слезайте. И сюда больше залазить не нужно. Слушайте, правда все работает. Да, да, только больше сюда лазить не нужно. Это кабинет мэра все же. Он незванных гостей не любит. Хорошо. Затем, побегав по городу, мы решили, что нужно проверить еще одну квартиру. Ну, вряд ли это назвать можно квартирой. Это помещение в подземке, где ребята по наводке занимаются варкой и, возможно, держат манипринтеры. Ну че, выбивай. Выбивай, блядь! Выбивай ордер просто и все, заебали. Влетаем. Старанам нужен. Старанам нужен, чел, старанам. Я этого забрал. Дальше вот тут вот, ребят. Разъебали? Ой, пиздец, отлично. Ну все. А вот тут? Ребята, тут варит, видно сразу. Опа. Тут сразу видно и варит. Давайте признаем, что Дарк РП не может ничего предложить, кроме бандита КОП РП. И здесь нет как таковых испытаний, чем как раз таки может похвастаться бесплатный проект по World of Warcraft и И кстати, на нем вот-вот откроются два новых мира, которые ты обязан покорить. Первый это Легион с рейтами Х3. И это мир, заточенный под ПВЕ на базе клиента 735 с постепенным открытием контента и режимом Mythic+, который рад принять как бывалых игроков, так и новичков. Открывается он 5 января в 19.00 по МСК. Либо ты можешь выбрать ПВП Пандарию с рейтами Х5 на базе 5-4-8. Здесь вам дадут 2 дня на ПВЕ развития, а также множество подземелий и сценариев, которые открыты с первого дня. У Легиона и Пандарии общее ядро, что ускоряет реализацию контента, а также в обоих мирах есть объединенные фракции Орды и Альянс. Завезли также хардкор режим, где у тебя всего одна жизнь и нет права на ошибку. Если ты любитель острых ощущений, то определенно его оценишь. Помимо этих миров, есть также Легион Х5 ПВЕ и Легион Х100 на ПВП. И весь контент в них уже доступен. Выбери мир, который тебе по нраву и начни его покорять по ссылке в описании. Х100 на ПВП. Ц véritable скотов! Алло! Вы живы? Здравствуйте! Мы закрыли райдер. Да не стреляй ты, еб. тихо-тихо он обороняется на него напали вот этим блять не стреляй говорю мы тебя защитили это полиция дурак блин все видишь там сопли сопли ошметки ли это валяются видишь в углу от 1 ниже 2 выпустим нас и мы пойдем я блять не понял не дома в качи нахуй лицом с ней он здесь не живет нихуяся все рейд окончен там на человека напали мы закрыли уже рейд все нормально а вот это уже нарушение правила free дамаг и нон рп нон рп потому что он использует оружие в общественном месте потому что дорога это общественное место по правилам я никому не угрожал не стрелял в чью-либо сторону просто шел в том же направлении ёбнутый нахуй а хорош ебать мент мой переродился в собаку и понял кого надо хавать меня слышишь ты или нет вы меня слышите но это получается и есть free дамаг и нон рп мэра опять ёбнули но вы издеваетесь нет я ребят мэра опять бахнули все комендантский час только включили пришли бахнули мэра и камчат закончился короче объясняю на дарк рп смысл профессия мэра в том чтобы постоянно умирать за него все больше ты ничего здесь не сделаешь ну разве что какие-то припизднутые законы писать и убери 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 к стене можете арестовать его он не хотел убить не хотел лицензия имеется на оружие карман какой осматриваем карманы на столь мелких шортах и понимаем что у него нет лицензии осматриваем карманы с помощью старого доброго слышьми и затем отыгрываем ролл у кого выпадет большее число тот и победил а в качестве утешительного приза он получает путевку в сизо увы увы лицензии нету может забыли нелегальное оружие ношение утика мне нужно на крышу с вами оскорбление полиция с целью провокации оскорбление полиции с целью провокации а ну шо прекрасно говорю все удачи приятной игры но так вы и ключи выключи вы смог подожди а короче qmenu плюс это чтобы челики могли спавнить хуйню всякую это не админ профа это так чистая игровая профа для тех кто хочет побаловаться хуйней из qmenu у меня тут ничего не доступно а у них доступно все там баги исход 2 или что-то еще но суть одна модерн может их наказывать вот ей наказал я сейчас валялся просто меня тэпнули оказывается его больше никто не увидит меня кто тэпнул зачем на себя жалоба почему у тебя квартира за фиба куплена я этим был мафии бандитом этому продается на других серваках ну ладно разрешение на 8 есть него из мод а у тебя разрешение на вей давайте третьего еще позовите чтобы он спросил лишь не понял сперва имеется нет у меня будет круто что выходит войс абьюз нету войс мода сына рпи нету войс мода а что тогда что тогда но норп выходит то что мне дверь была куплена я в афк оставил ну а как это не признавайтесь она реально была куплена и наверно сейчас тоже куплю ну хорошо тогда я тебе выдаю здесь давай 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 к этому моменту я уже успел разобраться с нарушителями на серваке и единственным нарушителем остался и я ну вот и подошла моя очередь вот такие пироги админобуза я никакого не встретил если челики попадались на донатных админках то они достаточно охотно шли те навстречу если у них реально было нарушение они бы себе выдавали ну раз тут уже некого искать на момент записи то я подумал перейти на другой сервак инфинити который находится на банк лави хочу вас предупредить чтобы вы не повторяли моих ошибок наверное заметили то что я за профессию полицейского даже без комендантского часа бегал с оружием по городу до сегодняшнего дня я думал то что так делать можно затем меня ты пнули на жалобу выдали мне наказание я подумал что админ не прав посоветовался с другими админами чуть-чуть повыше предстоящими они сказали что да реально нужна причина без причины у тебя будет нон-рп все поняли все запомнили все записали теперь погнали нахуй ты ломаешь двери вот объяснить что ты делаешь типа зачем ты двери блять а ты чё делаешь блять бом бегает просто за эту ебучую профу выламывает дверь и охуеть просто так кто человек ломал я помогал возможно застрял ты бегал так вот по мэрии несколько раз сломал так алё у меня друг застрял там да у тебя вечно друг застревает две двери и ты и обычные двери и эти ломаешь понятно ну так но у них друг у него спросите это не разбор своих жалоб я считаю могу быть неправ но со мной он в рп никак не участвовал он участвовал в рп с дверью блять он просто бегал не пошел двери ты же сейчас откинул моего друга надо аля вопрос есть я особо ничего не знаю ты сейчас попрыг ты сейчас всего за то что он по приколу ломал двери да вообще-то участок полиции дозвонили с вами разговаривать шеф полиции я поймаю вы вызов какой-то хотите сделать или же жалоба есть на кого-то шеф полиции сын бляди к вашему слугу тишина нахуй затем меня за рдмит какой-то полоумный ебанат а немного позже эти два челика один который звонил и другой который уже улетел они скооперируются чтобы найти у меня какое-то нарушение смотрим его надо нахуя он это сделал служеба разбирать нельзя если что ты свою жалобу сейчас разбираешь по факту давай давай бань 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 давай давай если признаешь рдм свой это признаю но ты не имеешь право звонить всего доброго службы что за нахуй вы чё больные блять какой рп нахуй с ним я стою он просто мне ничего не говорит он меня ебашит вперед больной нахуй абсолютно человек даришь за снятие за ха 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 ты его рогал официально заявляю что пошли все нахуй сильное заявление хасбек купил спонсора на три месяца дима меня сейчас тэпать будучи в админ мод чё тэпнет меня нет спонсора он купил разбор своих жалоб с какой привилегии доступен мне это понятно с любой привилегии по описанным выше ранее многочисленным причинам но я видео снимаю мне можно эти правила нарушить потому что бывают такие моменты что мне на роликах часто попадаются либо но не индейспособные админы либо просто напросто на жалобу не отвечают и тем самым я не могу никого наказать так но он включил админ мод окей раз администрация это спонсор д админ куратор и это все весь и не ошибаюсь донатные до куратор спонсор окей хорошо собрание обиженных идиоты блять того что справа осуждаю три вонючки сука себе а есть что-нибудь другое по скорострельный конь я просто так тебе купил это же новенький у тебя 20 минут ну ладно спасибо а ты порезов что ли я боюсь у меня с таким молотком один раз ударил я его строитель это все сам построил не надо двери ломать это я ваш план не надо больше двери ломать ты сейчас Сейчас легион затазерил и начал по нему стрелять. Вопрос, зачем? Он ломает двери просто так и напал на меня. А стрелять почему по нему? Я говорю, он напал на меня и мне нечего делать больше, кроме как стрелять по нему. Он на тебя напал. Ты можешь на него кинуть увольнение. Там зажать С, увольнение. Ну типа уволить и его выбрать. Там причину указать. Мне стоять, увольнять его, пока он меня бьет кувалдой или что? Он тебя начал бить кувалдой. Почему? Потому что ты его затазерил. Он нарушает общественный порядок. Это первое. Второе. Он хулиганит и выбивает двери просто так. Мне на это не обращать внимания или что? Еще смотри. Третий легион, это его профессия. Это высший госсотрудник. Так, и что? Ну как минимум он тебя на рангов так... Нет. Он подчиняется только мэру. Он подчиняется только мэру, и я тоже подчиняюсь только мэру. Нет, ты подчиняешься всем, кто выше тебя. Нет. Сматовцам. Правила профессии. Себя. Нет, правила профессии написаны. Шеф полиции должен подчиняться мэру. Потому что он вообще в разных отделениях. В каких отделениях? Я говорю, шеф полиции подчиняется только мэру. Ты ему не подчиняешься, он тебе ничего не приказывал. Ну, тогда ты об этом говоришь, что он выше там на какие-то ранги, хотя и он, и я подчиняемся только мэру. К чему ты это сам тогда начал говорить? То, что вы оба госсотрудники. И что? И подчиняйтесь только мэру. Он напал на меня, я тебе говорю об этом, или ты не видел этого? Ты, ну, потому что ты начал его тазерить, алё. Он неадекватно себя ведёт и выбивает двери. Мне что с ним делать? Я его затазерил и сказал, больше так не делать. Он вместо этого... Так, ну, чтобы он не бил двери, я говорю. Я знаю то, что я его арестовать не могу. Я ему сказал, чтобы он так больше не делал. Он пошёл, начал нападать на меня. Машет кувалдой. В попытке попасть под... Так, где дела? Что мне делать ещё? Стоять его увольнять в этот момент? Серьёзно? Мм, понятно. Ты можешь как раз-таки кинуть на него увольнение. А я на правах шефа полиции могу просто ему сказать, чтобы он так больше не делал сначала, а не просто сразу сходу увольнять. Я не знаю, у кого так принято, сразу бегать, увольнение раскидывать за какой-то непонятный мув. Я ему первый раз сказал не делать этого. Он взял, выбил дверь. Я его бахнул тазером. Ещё раз сказал не делать этого, и он на меня напал. По-хорошему, у него нон-рп выходит. Потому что он неадекватно пользуется оружием. Делать с этим что-то будешь? Допустим, если ты знал, то что он госсотрудник. Ну, как минимум, я хочу понять, если вы оба подчиняетесь мэру, почему он тогда должен был тебе подчиниться и перестать херачить дверь, если ему прям так надо? Это не приказ был перестать так делать. Это просто было такое предостережение, просьба. Не надо так делать, больше так не нужно делать. Ему никто не приказывал. Он просто нормально по-человечески сказал, что не нужно просто так лопить двери. Он этого не послушал. Ему на это пофигу. И он напал на шефа полиции. Реального госсотрудника. Он на него напал. Затем он тэпает своего друга и начинает у него спрашивать, зачем он ломает двери. Ответ убил. У него была проверка на нелегал. Понимаете? Проверка пустой квартиры, никем не купленной, там где не было никого и ничего. Он решил проверить на нелегал. Нет, я бы еще понял, если бы мне сказали, мол, у тебя, ну, НРП, ты пострелял пару раз в колонну с нестрелянного толком еще оружия. И да. Окей, скажу, ребята, проебался, сажайте. Но, говорит, что у меня фридомаг, когда я самообороняюсь от неадекватного какого-то долбореза малолетнего, который взял себе донатную профу, ну, это вообще верх долбоебизма. Зачем ты двери херачишь? А, я, я к нему приколу как бы, проверка на нелегал. Это двери? Да. Проверка на нелегал. Идиоты, блядь. А двери, которые в подземке, я просто как бы, ну, себе прорываю путь. А двери в ТЦ? Ручек там заклинил. Путь куда ты там себе прорываешь? К скидкам или куда? Нет, кстати, я не ломал какую дверь. Не ломал двери? А, мне кажется, админ видел, что ты ломал. Та дверь, да, то сломал. А, ну вот, а нахуя? И там сломал ты все. Я думал, я думал, ты, я думал, ты про правку. А, я их сломал, потому что я в обстроители, они там были плохой. Ты видел, я их сел за несколько ударов сломал. Че? Мне тебя похвалить за это или как? Я же сказал, я строитель. Ну, не знаю, если хочешь, можешь. Это на НРП. То, что я починил дверь, это на НРП, ладно. Ты ее сломал. Начнем с этого, а не подниму. И в итоге починил. Маша там вообще стоит, стоит. Она сама починил. Так, в смысле, я ее своим молотом чинил. Нет, ты ее выломал. Ты же видел, админ? Ну, выломал и починил. В чем прикол? Ты ее не чинил. У тебя не та работа, чтобы этим заниматься. Правильно, правильно. Это, кажется, даже госслужащие не могут чинить двери. Ну, они как минимум не этим занимаются. Ну, они ж могут так делать. Могут. Ты видел хоть одного госслужащего, который ремонтником работает в основном? Что в правилах написано? То, что легион может дверить чинить. Ну, кстати, подожди. Слушай, подожди. Что там? Рейд любых помещений в одиночку. Так что он вполне мог начать на это помещение рейд. Только там не было никого. Почему? В двери еще. Откуда он не было знать? Никого не было, но там не указано в правилах, то, что там помещение должно кому-то именно принадлежать. Написано рейд любых помещений в одиночку. То есть он в одиночку может начать рейд любого помещения, вне зависимости от того, оно кому-то принадлежит или нет. Ты во время его рейда его затазил и сказал ему, ну, не была мы двери. Ну да, ничейное помещение. Я тебя за помеху пытался убить, а ты откуда знаешь тоже. Ну, как минимум, потому что там никого не было. И ничего не было. Пустая абсолютно квартира, не купленная. Ну, ты бы... В этом помещении не было никого. Ну, а вдруг там где-то заначки, например? Какие заначки? Ну, что ты выдумываешь? Вот я не могу понять. Какие заначки, по-твоему? Какие заначки возможны... Вдумываешь? Ну, какие заначки возможны... Парп. Возможно, в Дарк РП. Ну, вот твое мнение. Что мое мнение? Ну, вот свое мнение. Ну, любой адекватный человек скажет, что ты просто лупишь направо-налево кувалду и нарушил 1.1.19. Ну, вот у каждого свое мнение, в чем только. А, понятно. Понятно. А, так ты рейдил, да? А кого именно ты рейдил? Причем есть кого именно? Ну, кого именно? Помещение. Хата, помещение. Ну, владелец квартиры, какой кого ты рейдил? Помещение... Причем есть кого именно? Помещение... А при чем есть владелец? Откуда у меня была на трещь ли в нем владелец? Просто проверять на нелегал. Ну, а рейдить ты кого собрался? Кого ты проверять на нелегал собрался? Квартира это одушевленное существо, которое имеет нелегал и пользуется каким-то нелегалом. А раз обязательно надо, чтобы это было существо, или чем? В правилах не указано должно быть помещение, владелец или нет, написано. Рейд любых помещений. Так что он может помещение даже без владельцев, как минимум. Он может, допустим, по слухам проверить помещение, если там для дальнейшего проживания других граждан. Проверить, если там нелегал, допустим, заначки, может, еще что-то. Но заначки же чьи-то должны быть, кто-то их должен оставить. Значит, должен быть владелец этого. Почему ты не придрался к владельцу? Не обязательно должен быть. Я не придрался к владельцу, просто ты начал лупить по ничейным квартирам, по ничейному помещению от балды кувалдой, молотком. Причем есть от балды. Откуда у нас еще от балды? Ну, ты пришел, помахал кувалдой, тебе сказали, что вот у тебя оружие, и я чел боится. Первое предупреждение. Что первое предупреждение? О чем ты предупреждаешь? Мы общаемся, мы обсуждаем. Я говорю насчет правила одного микрофона, и ты меня начинаешь перебивать. Первое предупреждение. В помещении может быть непригодным из-за заначек, может, еще чего-то для места проживания других граждан, которые потом в будущем заселятся в это помещение. Поэтому, если он найдет, там нелегал, как раз таки для этого и есть область, чтобы проверить, может, отпечатки пальцев, всякая такая херня. Не, ну вы слышали этот бред двух пьяных обезьян, которые случайно чем-то укололись? Даже понимаете, ребята, заряженный адвокат в каком-либо заседании не будет нести такую хуйню, чтобы выгородить какого-то обвиняемого, но это просто пиздец. Сол Гудман с них в ахуе стоит в сторонке, с своими семью миллионами от картеля. Угу. Ну, то есть ты пустое помещение пытался проверить на нелегал, да? Помещение, помещение. В котором ничего нет. Второе предупреждение. Что второе предупреждение? Я просто разговариваю с человеком. Ты меня просто перебиваешь, ну алё. Ну, если ты не можешь двух слов связать нормально, и мне приходится за тебя говорить, ахуеть. Я пытаюсь договорить, и тебя просто перебиваешь, начинай разговор с ним. Ну, какое второе предупреждение? Обычное. В пример, человек, допустим, с хаты съехал, а там остались его манипринтеры. Клана одинаково. Допустим, Легион может не перебивать. Первое предупреждение. Вы понимаете, что вы обсуждаете, что он якобы рейдил квартиру чью-то, когда эта квартира не была куплена никем, она была полностью открыта и не заперта, и туда можно было спокойно зайти, открыв дверь, и всё. Вы понимаете, какой вы бред сейчас? Она была закрыта. Она была открыта. В смысле, на самом деле? Там на мере иконка зелёного замочка открыта. Если у тебя со зрением плохо, и ты не воспринимаешь цвета, то... Откуда ты иконка? Откуда? Откуда? Что откуда? Мы в нон-рп сейчас находимся, и я могу обсуждать любую информацию, которую я не могу узнать каким-либо нон-рп путём в рп-профессии, в рп-месте. При чём здесь это? В смысле, при чём здесь это? Ты на серьёзе мне говоришь, что ты рейдил кого-то в пустой, не купленной никем квартире. Хотя по факту ты просто прибежал, побил по дверям молотком, за что ты ранее отлетал уже на 10 минут. Просто удивительные долбоёбы, бля. До этого? Какой случай ему можно поинтересоваться? Ну, он в мэрии бегал, лупил по дверям, то у него там застрял кто-то, то просто двери были. Вот стоят двери, он по ним лупит. Ну, это не первый случай, когда он так делает. Я не знаю, замечал ты это? Ну, смотри, сперва вот то, что там было, ты сказал. Там, вообще-то, ты его, получается, откинул за нрп из-за этого. Там, вообще-то, за дверью человек нарушил правила дуробус, стоял за ней, не давал пройти в зал суда. Поэтому он выломал дверь, чтобы дать ему, ну, а-та-та, вот это всё. Потом, когда дверь отреспаунилась, я в ней застрял и не мог вылезти, поэтому он её ещё раз сломал. Ну, потому что тебя окружает, ты лупишь просто молотком по приколу. Ещё раз привожу пример, как ты ломал двери, ты ломал, получается, окна. Тоже там ты рейдил кого-то за окном? Это было в мэрии, если чё. Ты собираешься ему что-то делать за это вообще или нет? Ну, то, что он лупит вот так вот молотком, он никого там не рейдил. Пустая квартира, через стёкла, которая была видна, я говорю, ну, через стёкла было видно в ТЦ, что там ничего и никого нет. Он просто пришёл, побил молотком. Я не знаю, как ты тут учёный. Я не смотрел, что... Ты пробегал мимо этой квартиры со стороны, где есть как раз-таки окна, вот. И там ничего и никого не было. Он с другой стороны пробежал? Нет, он не с другой стороны пробежал. Он пробежал как раз с той стороны, где окна расположены. Мне, наверное, лучше знать. Далее он пересмотрел его демку, и на его демке было понятно, что он забегал конкретно с той стороны, что у вас на экране. И он мог увидеть, что там никого не было. Соответственно, причины рейдить какую-то пустую, никем не купленную квартиру нету. Я вообще не понимаю, нахуй я это вам сижу рассказываю в стоп-кадре? Ну, вы же не тупые, да, ребят? Согласитесь, вы можете и у них найти нарушения, нелогичные действия, и у меня вы можете найти. Вы не глупые совершенно, но я не понимаю, зачем я это делаю постоянно. Несмотря на то, что я не нашел никакого админа буза жесткого, да, давайте будем честны, он все-таки его наказал. Да, попробовал попокрывать, но понял, что не получилось. Оба дали жидкого, и пришлось своего друга тоже выкинуть нахуй на час там где-то условно. Я все равно, ребят, в перманентном аху из того, что происходит на Дарк РП в абсолютно каждом моем ролике. Есть ли там донатные админы дебилы, или их нету. Мне и без этого хватает то, что я вижу на Дарк РП. Просто какое-то стадо, блять, полоумных животных, которые мне встречаются, реально каждый раз, когда я захожу записывать Грис Мод режим Дарк РП. Я не знаю, как у других челов получается как-то без этого играть, но у меня это не выходит вообще. Я захожу, и я постоянно встречаю какого-то долбоеба. Я просто хочу нормально с кайфиком поиграть за какую-либо профессию. Даже за того же самого мента в миллионный раз я хочу зайти. И да, там, ну, конечно, не получится без нарушений, как у меня, так и у других людей. Но чтобы хотя бы челы, ну, адекватно понимали, что они где-то накосячили, где-то неправы, где-то я, к примеру, да, неправ бываю, ну, чтобы просто с комфортом играть, а не с долбоебами какими-то, ну, ей-богу. Ну, вот, понимаете, его тэпнули, ребята сказали, что у него нон РП вот здесь-то, здесь-то, в этом-то, в этом-то моменте демки у него такое-то, такое-то неправильное действие. Ну, просто скажи, что окей, ребят, нарушил, если то, наказывайте. Я так постоянно делаю. Просто я до какого-то момента не вставлял в ролики, потом ребятам, ну, у них появилась нужда видеть то, что меня вот тоже можно наказать, там, не знаю, в бан какой-нибудь закинуть. Ну, окей, хотите видеть, смотрите, ну, это пиздец просто полный. Вместо этого мне 20-30 минут рассказывает, сидит, что он, сука, Боб-строитель, блядь. Ну, что это за бред? Потом он мне рассказывает, что он искал какие-то заначки, блядь, в пустой никем не купленной квартире, и админ этому потакает. Ну, это просто полный пиздец. Так, стопэ, ребята, что-то меня понесло. Давайте подведем итоги. Боб-строитель отстранен от объекта, и больше он в его постройке участия принимать не будет. То есть он получил пизды от своего же друга, который его пытался покрыть, но потом дал жидкого, и у него ничего не получилось, кроме как выдать ему наказание. Затем я побегал еще какое-то время на следующий день, получил пизды за то, что стоял в АФК больше 10 минут на нон-РП профессии, увы, таковы правила. Потом побегал еще раз, половил нарушителей, но они были очень жидкие и неинтересные. И затем напоследок я получил бан за нон-РП, потому что я таскал оружие за полицейского без особой на то причины. Вот такие пироги. Вот такие пироги.